добрый ночь еще не все спят больных полно всю голову здорово дача будем готовить к обычно короче но все не спится так чем у нас сегодня так сейчас пока ксюха в ванной души а вот это сделаю тренировка прошла отлично вообще огонь кто знает что это там у нас вот чё медали кусочек так это ксюхи я себе кое-чего на гриле попробую сделать сейчас сначала поставлю запекаться вот эту вот красоту духовке сделаю здорово народ здорово а это я себе я ем рыбу почему и не ем это я ксюхи сделаю себе я сделал чуть другое не покажу пока потом покажу попозже сейчас я рыбу в пакет засуну поставлю в духовку короче посолил надо потыкать потыкать вилочкой чё в инферно кто в инферно я не в инферно в каком инферно на кухне дома ну качество потому что здесь вай фай так сейчас свет включу пусть будет так да сегодня а каша был ну я чего успеваю то прочитаю сейчас я возьму ингредиент лайм мы с десяти до двенадцати тренировались там очень голимый интернет был сегодня очень голимый пытались транслировать но это блять вообще жопу если честно задница полная вместо лимона лайм да почему нет чего там такого плохого приправа вот такая сейчас забац и ксюха вот там в душе ксюха тебя придет скоро ну а каша весит сто двадцать один килограмм он после отдыха он еще как бы реально не в форме по нему как бы видно что он еще не совсем в кондициях таких еще не в кондициях таких межсезонных наборных таких начинают только у него просто переезда там разъезды он сейчас завтра на фиба улетает пять дней будет на фиба поэтому тренировки у него сейчас такие ломаные вот прилетит фиба начнет нормально бомбить все будет отлично аркаша готовится на арнольд классик он будет проходить в так сегодня так вот смотрите как я сделал кому интересно нет вот кусок сейчас вот это все в пакет положу потому что я готовлю иногда сам иногда раньше всегда сам готовил сейчас ксюха мне будет помогать иногда в пакете но я не знаю как называется рукав там елка в пакете пакет пакет до жопы вот в таком пакет положу и в духовку так многие варкаши просто пиздецки огромные нереально огромные просто мега огромные я бы сказал очень не порт продукт отключись тогда не смотри не смотри не смотри как я буду портить зачем смотришь не смотри вот здесь нет у меня нет образования повара я просто просто бодибилдер а каждый бодибилдер должен уметь готовить на самом деле я никогда в жизни никто не учу готовить их сам на ходу придумываю придерживаясь одного принципа что настоящий мужчина должен уметь делать абсолютно все абсолютно все но одно дело совершенстве так меня воспитывали мои родители мужчина должен уметь делать все одно дело совершенстве если мужик для чего-то не умеет делать не мужика пшик очень народ вот чем полетела в духовку так так теперь теперь я буду человеку делать перебуду в общем вот чего меня видели хочу котлеты попробовать на гриле сделать горячие котлеты белка там что-то в районе 12 грамм жира там тоже до хера ну попробую захотелось что-то новенького вот можно все что угодно хоть с маслом хоть без масла хоть чем блин каждому свое мне можно вам может быть нельзя я не знаю кому как можно кому как нельзя если б я был вел какого-то человека я бы знал что ему можно чем нельзя так и не знаю чего можно чего вам нельзя там вам решать какой вы результат хотите получить я растительное масло добавляю просто смазываю грил все так интересно чем-нибудь их это приправить хотите котлет таблет они соленые хотели что-то надо посмотреть хоть что-то вообще состав говядина вода соль ну да они соленые уже походу не надо с ними ничего делать я их просто пожарю а там как карты а да еще с чесноком их посыплю точняк точняк не лук не буду для чеснок есть такой порошочки чесночка точно лишнего не будет еще кое-что буду жарить час кое-что еще вместо овощей ну порошок чеснок нормально его прям все посыпал запах классный где-то у меня здесь был один мамы 5 что только нету мне вот тут этот час мог появились приправа просто от сколько так он нашел нашел вот такой чесночок чё там о чем разговор да ребоксин я использую ребоксинчик использую уж не знаю чё с этими котлетами получится посмотрим кажется они какие-то толстые не знаю лучше аспаркан или нет я не знаю я ребоксин пью аспаркан на сушке пью не аспаркан а я это беру как его называется панангин или как он импортный вот мужчин хуйня это вот так выглядит котлетная не знаю смогут ли они зажариться или нет я проверим сейчас гриль нагреется я их чесноком засыпал так говядь но это котлеты и хер его зубой котлеты на втором режиме немного подержать нужно чё попробую нет это не мороженые котлеты вроде бы надеюсь вроде не мороженые так ванна пока тут разогревается еще скучу пойду морозилки достану 5 угадайте чему будет место овощей сегодня матча спаржа сейчас не знаю зажарим так ванна я их блять куда они полетели все короче их накрыл пусть так кто там плюют что готовим готовим семгу запекаем котлеты какие-то котлеты это эксперимент если сейчас это говно не получится я буду грубку жарить ну и спаржу сейчас сейчас забас ай блять стреляется блять это растительные жиры там совсем шу-шу-ть ну в этой говядине они конечно есть там дерьмовые жиры мне все можно вот вот а сути будет все нормально не переживайте у меня у меня видите качество вполне нормально если могу позволить сожрачиваем калорийное вот вот да 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 Мне в этом бане очень повезло. Так, народ, я здесь. Так, что у нас с котлетами-то, блядь, не зла. Блядь, скукать не плетит этого, всякого жира. Вкусным запахло, да, вкусным запахло. До часов в 12, час. Часть-ка в 12, наверное. Потому что мы еще сейчас пободрствуем после еды немного. Побриться, да, я побрею. Но Ксюха говорит, не надо бриться. Блядь, как же летится-то с этих траклет, ебать просто. Вообще жесть. А все что-то уже загадилось. Бля, вообще жесть. Все загадилось. Вообще жесть, короче. Блядь, здесь стол залепило. Так, все, так. Борода, да. Да, это Ксюха угорал. У нее какая-то программа, она там... Шмонки, шмонки, всяких стиль какая-то. Там столько всякой стерни. Блядь, ну, я не знаю, еще котлеты посмотрим. Давайте поглядим вместе. Это, блядь, телефон забрызгивает. Смотрите, что получается. Оооо, запах нормальный. Там и Бэтмен, там все есть. Давайте спокойно ночью поспать. Как в Макдаке. Ну... Булки осталось еще, да? Солочарик. Так, в чем я? Ух, ебать, она тут шипарит. Ну-ка. Это она сгорелая. Блядь. Блядь. Походу, пакетов везде пришел. Да блядь. Что-то я в духовку вмочил на всю. Ух. На, это гриль называется. Стоит он, ну, где-то, блядь, мимо, сука, капает. Тысяч, восемь он, стоят семь-восемь лета. Что, нормальные котлетки получаются? Вот, смотрите. Вроде бы. Сейчас проверим их. Их. Вообще, наверное, их не буду снимать. Пусть они здесь полежат пока. Гриль горячий. А то они сейчас остынут, блядь. Пусть на гриле полежат. Потом сниму. Хаммер не помыл. Какая-то, блядь, сука, написала мне на двери. Слово, сука. Кто, блядь, кому нахуй это надо? Что, блядь? Что это такое? Зависть это, блядь? Или что это? Все, блядь. Подошел, самореализовался, что-то писал мне на двери, блядь. Это она? Ну, написал кто-то, сука, на двери, прям на моей. Вот. Ты как падла. Да, блядь. Ебанаты. Зависть, походу, блядь, какая-то. У людей зависть какая-то, блядь. Нездоровая. Машка, причем здесь Машка? Прилетела, написала, улетела. Так. Сейчас. Мы, это, спаржу помешаем. Где она у нас? Вот. Много. Да, конечно, это зависть галимая, блядь. Просто тупо зависть. Что еще, блядь, это может быть? Элементарная зависть. Опа. Вот. Бля, это солить забыл, надо солить. Да нет, просто пальцем, блядь, начертили, ну, по-грязному. Вот. Вот. Посолил. Ксюх тоже любит соленое. Бля, котлетки, кстати, зачетные получились. С виду, по крайней мере. Надеюсь, они внутри там нормально прожарились. Вот. Опа. В общем, вот это вместо овощей сегодня будет. Кстати, очень крутая штука. Это спаржа. Да я даже, знаете что, я даже не удивлюсь, если какой-то мудак, блядь, что-то там подойдет и нацарапает. Ну, и что-нибудь еще и сделает. Да вот именно, проще подойти человеку нагадить, блядь, чем самому чего-то добиться. Вот. Да мне, знаете, сколько раз царапали, блядь, вот реально, царапали, блядь, просто гвоздем, блядь, там, прям от крыла по дверям, там, по обоим до крыла, блядь. Ну, судя по всему, возле зала. Это бессмертные люди, да? Это точно, блядь, бессмертные люди. Так, вон, смотри, что у нас там. Вон она печется. Вот, блядь, как бы ее, сука, проверить-то. Я что-то, блядь, немножко лоханулся на слишком сильном огнею тут. Уволенные тренера, да не знаю. Ну, в любом случае, какая-то, ну, стопроцентно завистливая тварь. Вот, стопроцентно. Ну, кто еще может, вот, блядь, там, на самом деле, каждый день фотосессия, блядь. Сейчас он грязный стал, как поменьше. Пока чистый стоял. Там, блядь, фотосессия, нахуй. И там охранники, там еще ребята, говорят, блядь, выходят покурить. Смотрят, там, говорит, толпа стоит, фоткается возле камера, блядь. Он еще, как бы, с этими люстрами там, с этим, на капоте это все, ну, смотрится охуенно. Вот. 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 Да пусть фоткается, не жалко. Второй хаммер, второй. В общем, вот наша спаржа. Ха, под камеру его поставить. Ну да, там живая, там живающих, блядь, подойти, что-то сделать постоянно, да хуя. Ха-ха. Онлайн камеру, да. Ха-ха. Не, не буду ничего приправлять, просто посолил. Она и так охуенная. Опа. Мне нравится ее подзажарить. Когда она такая, просто оттаившая, сырая, не очень. Ха-ха. Ну да. Я боюсь, что если камеру поставить и реально увидеть, это будет какой-то такой человек, которого реально, наверное, больше всего знаешь, и прям он постоянно, блядь, рядом, но эта подлюка окажется самая та, которую никогда не ожидаешь. Так всегда бывает. Да ладно, а знаете, ребят, Бог все видит. Каждый получит за свои деяния. Каждый, блядь, получит за свои деяния. Вот. Каждый, блядь. Каждому это вернется. Ну, я, ребят, как скажу, я в Бога верю, но я в церковь не хожу. Меня что-то как-то оттуда выталкивает. Я как-то внутри себя. Блядь, рыбу, да, надо. Я тоже крещеный. Блядь, с рыбы пиздос походу. Вот. Сейчас перчатку надену. Так, так. Ну, как-то не так. Вот она рыба. Пять. По-моему, она уже слипись. Так, ладно, надо выключить все это барахло. Пусть немножко постоит. Ну, да, делал, делал. Я думаю, что я делал. Я не безгрешный делал. Дорадо, что ли? Дорадо, по-моему. Или Себас. Себас или Дорадо? Что-то такое было там. Так, я вас сюда вот поставлю обратно. Себас в данном канале был. Ну, это я там в Каматозе перед соревнованиями делал давно еще. Давно это было. Что-то как-то мало спаржи получилось. Ну, ладно. Ну, что? Ну, что, нормально. Нам хватит. Я крещеный тоже, на самом деле. Я крещеный. Пресс. Пресс в кошельке. Приколев. Блин, спаржа так пахнет прикольно. Сейчас Ксюха там долго в ванной тусует. пресс в кошельке дамы кого призван показать для господи вот смотрите волосатый пресс видите в кошельке кошельке тоже есть я не хорош скрины там делать выкладывать мой жирный живот блять так стоишь голова так вытянутая умеем так ладно надо кондиционером щелкнуть разочек щелкнул так сейчас кстати вон он стоит блять нихуя не видно пиздец не видно ни хера что это что-то камера зерницу к ну-ка такие про то получше вон хомяк стоит видите на дороге у меня есть где парковаться все дорога свободное вон там да нормально вон из окна вон он да зернит хомяк там парковка разрешена всем стоять да я боюсь наверное стандартный эвакуатор его не утащит есть эвакуатор которые большой тоннаж поднимают то что утащить могут могут но это специально нужно мне кажется три с половиной тонны блять не знаю поднимет его льня ну да аж один точно не утащит я не помню кто мне рассказывал пули что ли или кто-то по моему пули прикол у одного чувака был какой-то джип и не знаю патрол что ли или какой-то здоровый но тоже джип блять закон его ставил там возле где-то работы постоянно утаскивали но я не знаю правда ли тенит но это как бы не моя байка сани по моему пули рассказывал короче чувак взял нагрузил багажник блять это мешки блять с песком там каких-то рабочих напряг своих блять они короче нахуярили туда песка тонну может там очень он стал весь смысл в чем приехал эвакуатор поднимать он никто не поднимается в общем он его блять начал все-таки поднимать и это и сам ёбнулся на этот джип нахуй перевернулся блять этот эвакуатор ебаный вот и в итоге выходит хозяин смотрит там водитель уже блять все нахуй вешается сидит нахуй ну я не знаю правда или ты нет но мне рассказывали что это реальная история короче эвакуатор блять упал нахуй он его поднимать стал стал поднимал поднимал потом нахуй с ним упал и на бок завалился на этот джип вот я у пули спрошу по-моему это и он мне рассказывал напомните если чё вот сюда уже там я в перископе вон она красота моя побежал прятаться да хер его знает а он по ширине вот эти вот грабли которыми не цепляют они интересно по ширине раздвигаются под хаммер я подожди полминуты вон стоит вон три с половиной тонны стоит вот этот хаммер американский этот не облегченный это америкос три с половиной тонн он блять но по документам там 2 490 что-то такое на категорию b вот но это американец он там больше весит вот это калининградский по моему облегченные были тебя можно снимать а можно снимать тебя прячется так ты видел что тут мы готовим котлеты спаржа сейчас на подержи поснимая рыбу достану я не думаю нормально вовремя я все еще теплая только что как вкусно пахнет вообще тут такой запах супер я уже одну спарженку съела хочу за трансляцию так назвал привет а если найду да к семга мне вот с вами кормить салетика мне так вывезло да чё он спалился он от меня и на шаг не отойдет да ваще ну это такой кустище прям зато она такая прям мягкая да почему уже готовит мужик готовит ну потому что мужчины лучше готовит мужик вот смотрите вкусняшка хороший кусман да это самый большой кусман наверное который я ела на два раза потому что еще это на самом деле хочу есть что я еще и котлет у тебя возьму это вместо вы это здорово спаржа такая вкусная я бы жене не доверил готовить будущее я бы жене не доверил готовить будущий почему всю котлеты не больше не попробую конечно вы цепляли вот видели вани хитрый себе котлеты на гриле а тебе съемку в лукове но я сама попросила него семгу сейчас у слюны забрызгал в смысле что семга на гриле было бы лучше семга на гриле да ладно не знаю вы прям нагоняете аппетит мне кажется это самый лучший трансляции мне кажется тренировки не надо вести трансляции да очень есть захотелось блин бедные люди 21 человек сидит сейчас оголодает просто слюни глотает вот на самом деле я так не питалась до встречи с вами нет макдаке не ходила не надо брать ходила признайся уже я ела на самом деле вредно еду но не макдак я ела сладкое много тортики всякие и медови сожрал и норм я тоже хочу медовик да сейчас мой любимый мой любимый тоже сколько мы вместе сколько мне кажется уже пол жизни прошло до но иногда можно ну правда можно иногда кусочек там до тратика съесть можно я тебе сейчас пропишу питание нормальная будешь есть 61 6 дней будешь вот это вот есть это один день можете что хочет а это чит мел называется нет это не чит не вызывает очень называется разгрузочный день чем мило ту блять выкиньте из главы очень не спите мы сейчас будем есть спать мы будем очень скоро только под утро вот такой вот режим ну там в карты вам играть на самом деле по ночам в этом карты игры мы с тобой карты шашки карты шашка в моей бане линзы носит нет я хочу силен за до цветные ну давай какие проблемы ой круто чай не говорят да классно в икея купил да в икее конечно да всё в икея покупает Ну, почти всё. На самом деле, да. Что не кружка? Ну, в Икее, в посуду. Почему все накаченные роста меньше? Вопрос просто вообще. Ну, я тоже. Просто рост где-то 170-175. Вширь. Самый оптимальный рост для бодибилдинга вот выше уже 180, там уже тяжело. 170-175 это вот самый такой вот рост тяжи, супертяжи. Это вот как раз. А уже кто за 180 там очень тяжело, это единица. Большая редкость. Чё? Чё там пишут? Я 182 в 17 лет. Хуеть. Вот, например, 180 не бывает накаченные, да? Не, ну почему накаченные? Почему бывает? Ну, блин, тяжелее просто. Реально тяжелее намного. Ну, а кого ты можешь привести пример? Не знаю, кого он. Фёдор. Фёдор потом кто ещё? вон, гостюнь. Гостюнь. Да, гостюнь, блядь. Был шип. Шелестов. Шелестов нет. Шелестов нет. На массе не жирный, но виш 80кг. щукин за 180 вроде гостёнин а супы реально есть нужно или нет супы дары только россии борщики это просто наши бабули привели вот это вот привычку супы это не качковая тема потому что я слышал дениса борисова и как бы сам тоже поддерживаю его мнение что в россии из-за того что у нас пол жизни холода клетчатку покупать вот эти супы его с этими капусты там что-то овощами на борься любите больше не есть ложка там прочь фигня супы для получения клетчатки зимнее время вот и все у нас овощи не растут нормальных теплых странах везде там вообще не знают что такое суп вообще на самом деле русскую кухню многие иностранцы любят окрошка рожденный в зале и нравится твой к нравится эта майка что-то мне не тренишь обычный белый рис реально сушки не рекомендуется обычный белый если к такой же как и черный наверное при которой мне нельзя я ночь встаю и по кусочку маленьком отрезать на сушке гречка или рис белый гречка все что угодно и я больше все пробей присак это смысле как ну вот рис чистит организм смотрите наш ночной ужин вкуснотища прям есть стою и прям слюнки текут из чего котлеты за палочки это эти спаржа я так проголодалась как зверь или последний раз ела в девять часов ножик не нужен я так управлюсь чё аристократы что ли есть вилкой и ножом мы проект обычный бирюлевский бирюлевский я бирюлевский ты чертановская соседи короче у нас районы детства ходили пиздились между собой район район бирюлевский с чертановскими утки чё садись хорошо да да сказать шутницы блин ничего народ если мы будем есть со мной так все выключаем нет да все помнят как ты чуть не грохнулась так ну-ка спаржи спаржи вкусно я уже блин можно не котлетка твоя делишься нет я еще сам не ел а вдруг она не вкусно дали кусочек я попробую вещи попробую все вдруг она невкусная ну это гадость ешь нормально еду вот тебе маленький кусочек фигеть там жиров много ешь свою блин мне даже как-то неловко перед вами есть да нормально уже все привыкли кому не ловко тот отключится я уже так понял всем пофигу на котлеты вообще огонь лежите я же рыбу блин как не с ней бороться приходит на постоянно что-то хочет лопать гадость какой на самом деле котлет ребят взял просто ну это конечно не дело есть такой дерьмо и ешь семгу там кстати я приправы насыпал ночью такая вкуснотища да да ребят семга но на самом деле по-богатому но я ее люблю поэтому забочу кушай давай нет ребят не согласен грудку например можно на гриле так приготовить охренеть как вкусно она такая мягкая прям с лимончиком прям самое то так что не соглашусь не соглашусь что все не вкусно и полезно все вкусно и не полезно надо уметь готовить я раньше не умел готовить вот грудку пока гриль не на пока мне кто-то не сказал как на гриле делать мне кажется в ваня вторая профессия твоя это повар честно как есть грудку ребят на гриле грудка не сухая вообще просто божественную во рту тает нет у нас детей мы совсем недавно повстречались очень недавно но будут да у меня есть дочь от первого брака твоя у меня есть дочь ксюша тоже ей скоро 14 лет и девочка моя тоже ксюша хочет пропустил там наши сообщения ешь спаржу тоже спаржу вообще огонь мне 35 лет ксюша пока 23 скоро через две недели через 10 дней до 24 нам 58 есть кто-то с вами в теме теме тем работаем мы безработные ну правда безработные хотя нет я все-таки работная у меня оклад пить 20 тысяч рублей мне серьезно 20 тысяч рублей мне оклад генеральный директор о инферно наклад 20 тысяч рублей честное слово вот на 20 тыс жерем все они парься рукой буду и на хаммере еще катаемся не 15-го нет хаммер не в ипотеку хаммер за наличку без рассрочек безработный бизнесмен на хаммере мне так прозвали воруем 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 за разбой для час короче ехали аркашу отвозили аркашу величку домой туда на тульскую блять обратно едем на варшавке в районе юшки твою мать и смотрю на фотофоре народ побежал блять всех машин походу перед нами кого-то сбили короче там пиздец нахуй такой вообще походу на глушняк блять первый бизнес у меня был магазин спортивного питания который я благополучно просрал у меня был один клиент дядя вова которого я тренировал но он профинансировал открытие первого магазина который был в жулемином открылся я очень неудачно у меня не было опыта вообще никакого я блять просрал все потом эти банки блять меня дома на балконе хранились вот потом там я открыл фитнес-бар небольшой в люберцах в одном клубике который мы там раскручивали там же и магазинчик пристроил в общем как-то там начал развиваться после того как этот клуб перепродали я оттуда съехал открыл четыре или пять баров в iron фитнес по подмосковье там сергей посад лобня долгопрудный фрязина еще где-то ночью четыре таких небольших там у нас тоже был была одна ситуация вот нехорошая я их так скажем у меня их выкупили те люди которые меня свели с хозяином iron фитнес мы немножко разругались ну я продал эти бары на деньги открыл чем магазин спортивного питания в бирюлево там мне уже магазин достаточно долго работал несколько лет параллельно открыл в алекс фитнесе три бара там уже были такие серьезные бар отдельные помещения с кухнями и еще домодедов один магазин спортпитер который оказался тоже неудачным вот такая предыстория было нет это не брат из коронного клуб это алексея рожкова клуб но хорошо знакомого вот это не брат скоронного алексей рожков по моему является крестным ребенка дочки скоронного вроде бы но они не родственных связей у них нет нет он бизнесмен он бывший фсбшник бизнесмен сеть фитнес клубов iron фитнес плюс еще какой-то бизнес есть ну когда на эти там уже большая сеть на разные на различные потоки денежных оборотов их средств есть люди как правило начинают вкладывать деньги в разные сферы бизнеса вот он один из таких молодец вообще начал с одного клуба маленького в мытищах развился очень неплохо занял свою нишу все зависит от района где открывать клуб в каком районе какие у вас вообще первоначальное уважение в оборудование будет блять можно клуб открытие за полмиллиона в смысле полмиллион блять за 500 миллионов можно вебать например какой-нибудь техно джим под генебическую площадь он например как физика там блять я не знаю там сотни миллионов в оборудовании только все что красиво даже когда есть а почему она должна быть некрасивая когда наед ну тут разные моменты нужно учитывать район блять тренажеры разные бюджеты абсолютно у меня очень рискованный проект был я все продал машины квартиры блять не квартиры мне не был на квартиру где дочка живет родители жены очень сильно помогали там очень большие деньги мы порядка 7 8 миллионов потратили на лечение жены вот и я продавал все что мог тогда и проект по открытию клуба у меня был приостановлен потом когда обучение уже прошли мы нашли с товарищем планировали двоем открывать клуб но у меня не было средств я продал все влечение ушло что было не осталось только honda honda этот цивик блин потому что родители уже жены сказали не продавай пока пускать машинка это будет вот потом мы нашли третьего человека который тоже вошел деньгами и вот они были финансовыми партнерами которыми я начал строить фитнес-клуб я не буду быть какие там суммы были вложены но очень небольшие клуб хватило на первоначальный взнос за тренажер и настал чтобы снять помещение начать ремонт ремонт мы делали вообще я делал своими руками мои двоюродные два брата и мой дядька у нас не было строительных компаний мы сами возили материал сами все строили весь инферно построили блять вот своими руками естественно потом деньги пошли в предпродаж собирали расплатили за тренажеры и кардио купили насколько смогли все как-то так понимаете вот так появилась инферно это была авантюра тем более это было в кризис начали в кризис но слава богу все предпродажи мы ни разу в минусе не были все нам очень повезло с арендой помещением нам долго его не сдавали у меня были очень большие каникулы мы не платили аренду за счет этого мы выжили ну не дай его еще кусочек такой приличный объелась я тоже третью котлету там 400 грамм было бы мне 300 вполне хватит не по 100 спаржи вообще огонь я уже принципе не первый раз рассказываю это все так что 20 тысяч чего наоборот 20 тысяч уев это сколько мы все в рублях считали я просто не могу в рублях это сколько будет не такой силу имеем чтобы франшизы мутить ну как бы для этого нужно блять не знаю еще что нужно надо как-то серьезно засесть на этом рынке я с бывшей женой не разводился она умерла ну посмотрим посмотрим про инферно уже знает вся россия блять везде это название уже прокатилась за счет моей медийности конечно про инферно знают абсолютно везде поэтому следующий шаг наверное ну хотелось бы его еще достроить все-таки довести до ума потом уже думать дальше об открытии наверно следующего клуба есть какие идеи в голове но они такие секретные поэтому я не буду их озвучивать дабы кто-нибудь не воспользовался тебе уже говорил нет не с бассейном я ребята 8 косарей просто блять чтобы протянуть кобелюшку туда на юрлицо это жесть 1 миллион 20 тысяч долларов миллион триста пятьдесят но это это вы купите это вы купите очень мало тренажеров очень мало поверьте боюсь что это даже это просто такая силовая станция парочку и все и пару каких-то там сгибания разгибания ног все больше вас миллион 350 закончится быстро на миновании 5 и все сейчас цены очень большие но если допустим чем можно купить номер пару пару техно джимовских дорожек можно купить и все грифы я брал недорогие на тот момент и не так кончатствуют грифы по моему 300 кита 300 килограмм вроде бы могу ошибаться до 300 12 тысяч они стоили сейчас не знаю сколько это было год с лишним назад заказывали до 300 килограмм это ну это такие для фитнес клуба такие стандартные недорогие бюджетные но они больше всего подходят потому что покупать профессиональные там эти с подшипниками которые 700 килограмм тянут каленые как я не блять и не в пять раз дороже стоит у нас нормальный год почти год скоро пройдет с грифами все еще нормально это в спорт это на украине делают у них очень хорошее преимущество в том что там очень много рычагов я за счет этого как бы сделал очень хороший подбор и люди которые ходят в инферно не как бы довольно рычагами и принципе блоков хватает но большой упор на свободные веса так что-то план народ хорош мы будем отключаться наверно надо да чего не в своем зале в инферно да любовь давайте ребят будем отключаться надо немножечко это готовится коснувах спокойной ночи давайте счастливо